Всем привет, друзья! Вечер, 17 ноября 2022 год. Анапа, этнос-парк Ореховая Роща. На днях сюда были завезены в количестве нескольких десятков штук новые лавочки и урны, которые будут в ближайшие дни, я надеюсь, расставлены по территории парка. Также в самых ближайших планах есть реконструкция детской площадки, установка новых элементов. Сегодня у нас в течение дня было преимущественно пасмурно, облачно, были краткоременные прояснения. Вместе с южным ветром, который сейчас в Анапе 10-15 метров в секунду, ну, это достаточно сильный ветер, не сказать, что прям-таки вообще сильный, но, тем не менее, вместе с южным ветром пришло бы тепление, плюс 15 градусов. В течение ближайших нескольких дней температура воздуха в Анапе днем будет достигать аж плюс 18 градусов. Прямо удивительно, да? Но, тем не менее, тоже будет ветерно, и ветер потом в итоге будет меняться. На новой набережной сегодня ветерно, и так же можно здесь любоваться такими классными видами морского шторма. Как здорово! Сегодня море показывает свою мощь, температуру воды в море. Сейчас плюс 14, плюс 15, ну, до плюс 16 градусов. Море еще достаточно теплое. Вставает море долго, вплоть до января месяца. Ну, и теперь по поводу беженцев с Херсона, с Херсонской области. Значит, напомню всем, кто еще не знает, о том, что получают беженцы, в каких размерах, в каких объемах, ну, чтобы не было всяких кривотолков и слухов. То есть, я вот слежу за ситуацией, Анапу ситуация с беженцами касается непосредственно. В Анапе беженцев с Херсона, с Херсонской области больше 11 тысяч. Вроде как, еще продолжают пребывать. Ну, уже, видимо, не из самого Херсона, а из Херсонской области. Значит, в первую очередь, когда беженцы приезжают в Анапу, они получают размещение в номерах здравниц, отелей, санаториев, пансионатов. Они получают питание многоразовое. Далее, единовременная им разовая выплата производится в размере 100 тысяч рублей. Но это на каждого человека. И стараются выдавать оперативно карты МИР, чтобы беженцы, ну, будем называть их уже переехавшие из Херсона, да, из Херсонской области, чтобы они могли не только наличными расплачиваться, но и по карте платежи осуществлять. далее осуществляется выдача российских паспортов. Сразу всем, конечно, одномоментно за один день выдать паспорта невозможно. Насколько я знаю, выдаются паспорта десятками каждый день. Официальная статистика ежедневная, ну, по крайней мере, вот, общедоступная отсутствует. статистика появляется время от времени. Паспорта, насколько мне известно, нужны в том числе для того, чтобы можно было устроить родителям своих детей в школы и детские сады. Ну, да, то есть те дети, которые приезжают из Херсонской области, им же тоже нужно учиться, по идее, да, вот, им нужно приходить в школы. И, понятное дело, то уж мы в детские сады, да, по возможности. Вот здесь у нас, видите, новый пункт полиции, если кто не знает. Далее. Беженцам выдают сертификаты жилищные, но, опять же, массово, массовое выдача сертификатов я не наблюдаю. И, мне кажется, то, что каждый сертификат выданный, он, так сказать, передает согласие вот сам факт выдачи сертификатов. Мне известны случаи выдачи сертификатов многодетным семьям, где, там, 4, 5, 6 детей. Вот, на днях была информация, которую мы тоже уже публиковали в одном из предыдущих видео, то, что семья приобрела приобрела по сертификату жилищному квартиру в Анапе. Ну, это, конечно, громко сказано, потому что, судя по всему, просто за один сертификат нельзя приобрести квартиру прямо в городе Анапа. Ну, у нас в понятие город-курорт Анапа входит не только сам город, но и пригороды, там, села, всякие, хутора, и там цены на недвижимость пониже, конечно же. Сегодня снаружи здесь никто в кафе не сидит, не отдыхает, но сильно ветрено, несмотря на то, что все-таки тепло. Здесь, видите, такой вид, прозрачное стекло, прозрачное награждение и его прямо чуть-чуть такой, знаете, легкий головокружительный эффект производит в сочетании шторма вот с таким видом. Так-то, в принципе, беженцы из Херсона, из Херсонской области могут продолжать жить в Анапе, вот, в здравницах, в гостиницах в течение многих-многих месяцев. То есть, для них это бесплатно, проживание, питание бесплатно, и даже если произойдет то, что большинство беженцев, они так и будут к началу нового курортного сезона, будет ли, кстати, нам до курортного сезона, в следующем году это еще неизвестно. Даже если большинство беженцев так и будет находиться в Анапе, в некоторых здравницах, гостиницах к началу курортного сезона, все равно Но свободных мест будет достаточно много, потому что, например, за один сезон в Анапе отдыхает несколько миллионов человек. И 11, 12, 15 тысяч беженцев сильно на количество свободных мест повлиять все равно не могут. Так, ну и еще беженцы, ведь они же теперь граждане России, они тоже имеют право на получение материнского капитала. Ну и в итоге, если, допустим, семья многодетная, он получит сертификат, там материнский капитал, ну все. То есть это означает, что они адаптируются на новом месте. Ну и, насколько мне известно, по ориентировочной предварительной информации, сейчас те так называемые ждуны, которые в Херсоне дождались украинской власти, им сейчас вроде как тоже предлагается эвакуироваться, но уже украинской стороной. Потому что там в городе вроде как сейчас нет электроснабжения, теплоснабжения, то есть отопления нет, нет подачи вроде как горячей воды. Ну а в преддверии приближающейся зимы, там же тоже минусовые температуры воздуха бывают, в преддверии приближающейся зимы означает то, что ну как там люди будут выживать. Все что ли начнут буржуйки топить и ходить на реку за водой, ну вот поэтому, видимо, им предлагается тоже эвакуироваться, но уже теперь в сторону Украины. Так что так называемые ждуны, ну их еще недавно называли ждунами, они тоже уже будут из Херсона уезжать. А мы с вами дошли до улицы Трудящихся и до сквера имени Аванесова. Ну вот, друзья, такие у нас новости. Минусовые температуры пока что у нас в Анапе на ближайшие 10, может быть даже 15 дней не предвидится. Но когда ветер сменится, да, тогда уже будет, видимо, попрохладнее. Но когда это будет, через 2 недели, через 3, по-живому, увидим. Друзья, ставьте лайки этому видео. Кто впервые на канале, подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение по поводу тех тем, которые мы затронули в нашем сегодняшнем видео. Меня зовут Максим, желаю всем добра, желаю всем мира. Все, пока, до новых встреч.